Продолжение следует... Продолжение следует... Уникальнейшая сегодня встреча нам предстоит. Игорь Аниканов обещал создать горячую обстановку и разобраться в вопросе, почему смерть у нас отменяется. Александра Геннадьевича Хакимова представлять не нужно. Это известнейший общественный деятель, который огромное влияние оказал на умы людей, помог обществу развиваться, процветать и становиться лучше и красивее, потому что Александр Геннадьевич также является замечательным художником. Краткую историю расскажу, как мне удалось познакомиться с этим удивительным человеком. Я попал на лекцию, где обещали, что будет йога. Я думал, что там упражнения будут делать, но там замечательным образом пели и было очень хорошее настроение, за что я безгранично благодарен. Ладно, я замолкаю и даю слово нашим уважаемым гостям. Пожалуйста, расскажите, что же сегодня будет, почему смерть отменяется и как мы с вами к этому сможем прийти. Спасибо вам большое. Спасибо, Иван. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы согласились принять участие в этой встрече с таким вызывающим, я бы сказал, названием. И я хотел бы задать вам сразу первый вопрос, потому что со мной понятно, меня вот хоть тут и титуловали или титровали как писатель, на самом деле писатель не я, у меня на сегодняшний день пока две книги всего. У вас, насколько я знаю, сейчас больше 15 или даже 20 книг, среди которых как раз есть такие замечательные книги, как «Карма и инкарнация». Я предложил эту тему с определенной выгодой, потому что сейчас как раз вторая книга, которая уходит, она так и называется «Смерть отменяется». Поэтому я хотел воспользоваться случаем еще, так сказать, продвинуть эту книгу. Но почему вы согласились на такую тему? Тема, она очень, ну скажем, действительно вызывающая, потому что мы знаем статистику, два человека в секунду умирают, и с этим ничего не поделать. Пока мы с вами разговариваем, умерло уже очень много человек, хотя есть радостная новость о том, что по статистике три человека рождаются в секунду в мире. Два человека умирают, три рождаются, но проблема заключается в том, что эти три человека тоже умирают в конце концов. Поэтому как мы можем вообще в такой обстановке, когда все умирают, смертность стопроцентная в любой стране, несмотря на интенсивность этой смертности, как мы можем вообще говорить и заявлять или как-то вот поддерживать даже вот эту тему, что смерть отменяется? Вот я для затравки такой вопрос хотел бы задать вам, пожалуйста. Давайте начнем. Она не отменяется, она... Доброе время суток, всем, дорогие друзья. Просто никто не хочет умирать. С этого можно начать, что каждый против, любое живое существо против. Конечно, бывают аномалии какие-то, когда человеку приходится расстаться с жизнью от отчаяния, допустим, от болезни. Но это нежеланно, это против воли, против души, так сказать, против моей жизни, жизненной силы, которая протестует. И мы бы рады отменить смерть, но вот как это сделать? Как обрести бессмертие? Собственно, об этом задумываются все люди, спрашивают, есть ли вот такой феномен, как бессмертие, или вообще не существует, или просто мы все обречены, и всё превращается в бессмыслицу. Если подумать о смерти, да, и о одноразовой жизни, то всё становится бессмысленным. И вот этот фактор пугает многих людей, они вообще не хотят об этом думать, вообще не рассматривают этот вопрос. И когда мы говорим о смерти, они говорят, вы нас пугаете. Давайте говорить о чём-то позитивном. То есть они боятся смерти сильно люди. Но с точки зрения как бы вот жизни, жизнь не происходит из мёртвой материи, жизнь происходит из жизни. Вот если задуматься об этом факторе, то смерти вообще не существует. Существует как бы, ну, забвение. Переход из одного измерения в другое измерение, это возможно, да. То есть отрываемся от одного, переходим к другому. Вот сидели на одном месте, да, и потом пересели на другое место, вот и всё. Вот для осознавшего человека, говорится, это так выглядит. Вы сидите вот на этом сейчас месте. Вот мы сейчас во время эфира, каждый сидит на своём месте. Ну, а потом мы просто встанем и перейдём на другое место, вот и всё. Вот что происходит. Или вы едете, скажем, в общественном транспорте, автобус или трамвай, метро, эскалатор какой-то. И вокруг много-много людей, вы очень близко вот так вот соприкасаетесь. Но на каждой остановке меняются комбинации людей, смотрите. Это тоже, ну, вот как аналогия. Смерть — это точно такой же фактор, просто меняете комбинацию. Или вот две соломники в океане, они вот встречаются иногда в океане, вот так вот сплетаются и вместе плывут. Вот так мы тоже в этой жизни встречаемся, образуем семьи, какие-то сообщества, отношения у нас есть. Но следующая волна какая-то вот наступает, да, в океане. Бьёт волна, и мы разлучаемся снова, в другой комбинации соединяемся где-то. Вот картина вселенская другая. Но с точки зрения человека, который привязан и знает только это вот существование, вот это вот, это воплощение, конечно, это ужасно, да, вот расставаться вот с этой соломинкой, да, вот с этой семьёй, с этой страной, с накопленным имуществом. Это называется для него смерть, конец. То есть это вот паническое вот слово такое, вызывающее панику и страх сильный. Поэтому мудрецы говорят, смерти нет, есть страх смерти. Вот какая проблема. И давайте вот отринем страх. Сегодня мы не смерть как-то отменяем, да, как закон природы, что мы должны уйти из этого тела, да, из этой ситуации в другую. А отринуть страх нужно. Вот, вот с этого нужно начать наш разговор. Пожалуйста. Это, да, хорошо. Но я так уверен, что здесь наверняка люди, некоторые люди могут не признавать в принципе вечность души или, ну, скажем так, быть агностиками, верить, не верить. Когда мы верим в вечность души, ну, или живого существа именно, как души, тогда, конечно, легко говорить о страхе, да, просто вот давайте преодолеем страх, да, то есть теоретически мы понимаем, что мы вечные, мы просто сейчас поработаем немножко с умом, разумом, чтобы не бояться вот этого перехода, к примеру. Но если я полностью отождествляю себя с этим телом, если я полностью считаю, что после смерти на два метра в глубину и как бы и всё, то как тут с этим страхом поработать? Вот вопрос. Потому что вот у меня мама, например, я помню, она ко мне пришла, такая очень вдохновлённая и принесла цитату. Её цитирует, говорит, смотри, видишь, Матрона Московская пишет, что тело – это домик для души. И я подумал, всё, мама на уровне Брама Буты, на уровне уже как бы освобождения, для неё это реализация, она осознала. Всё. И я так порадовался, говорю, вот видишь, мам, смотри, как всё вот, ну, как бы складывается. Хорошо, что тело – это домик для души, душа вечно. Она говорит, ну, а что долго-то? Я крыла уру на два метра, хоп, туда и всё. То есть как бы теоретическое это понимание может быть. А вот практическое, вот что с этим страхом делать? Дело в том, что мы сегодня вообще о вере не говорим. То есть я не имею в виду веру, то есть с чего мы начали разговор, с того, что у нас нет желания умирать. Верим мы или не верим, то есть это не имеет значения вообще. К факту этому не относится, да, наша вера, наши убеждения, и вообще они разные, это другая с этим тема. То есть наши убеждения основаны на внешнем опыте. Вот мы видим, как человека, умершего, погружают в землю, в ящики. Вот и весь наш опыт. Ну всё, больше никакого опыта нет. Вот так же мы думаем, что и я так же когда-то меня пустят туда под землю. Я тоже получил такой опыт ещё с детства, когда увидел похороны. Я был в ужасе, что меня тоже когда-то вот в землю там вот в ящике опустят и закопаю, понимаете, это страшная какая-то вещь, это воображение. Вот и весь опыт воображаемый. А если спросить вот верующего человека или неверующего человека, как он представляет смерть, он не знает. Он не может её описать. Опыта у него нет, да. Что тот опыт получил, не возвращается сюда и рассказать не может. Ну чуть-чуть могут, там клиническая смерть, возвращаются, там оказывается видят тоннель, мы уже слышали это, там видят какие-то миры ещё, но дальше они уже не возвращаются и рассказать не могут, что же дальше. Тогда они обращаются к книге мёртвых, тибетской, допустим, или к ведам, где описывается подробно реинкарнация, этапы её, вот перехода в другие тела, как зарождается новая жизнь, переходит после смерти в утробу матери, снова развивается новый эмбрион, и там вот снова человеческое существо или другое существо. Это уже описывают как бы запредельные писания. Затерика, да, но мы сегодня не будем говорить об этом, потому что вопрос веры, да, в это, я могу не верить. Мы говорим о том, что я не хочу умирать, вот, давайте. Теперь давайте разберёмся, вот с этим я, с собой сначала, не со смертью, а вот кто не хочет умирать? Тело, моя рука, моя нога, мои уши, что там, мои волосы, которые состригают, мои ногти, которые я состригаю, или те мои испражнения, которые я выделяю, или та моча, которая выливается, кто не хочет умирать? Печень, желудок, кишечник, позвоночник, какая косточка, где, где вот это, откуда исходит это нежелание и протест умирать? Давайте разберёмся, вот давайте изучим себя. И мы обнаружим, что на самом деле тело умирает постоянно, а я остаюсь то же самое. Оно постоянно меняется, понимаете, тело. На протяжении жизни сколько перемен, если вот, ну, триллионы клеток, как если каждые несколько секунд два человека умирают, хорошо, то каждую секунду триллионы клеток моего тела меняются, умирают то же самое. И восстанавливаются новые. Умирают, та же самая реинкарнация происходит тело. То есть прямо при этой жизни я меняю тело. Вот в этом как бы теле происходят эти перемены. Как поток, да, как вот под душем я стою, или как в реке, о которой течение, я уже в другом составе воды, а каждую секунду всё меняется, оказывается. И мысли меняются, ощущения, возраст меняются, настроения меняются, погода меняется, убеждения меняются. То коммунисты, то капиталисты, то ещё исты какие-то, то новые русские, то ещё что-то придумают. То это всё меняется, меняется, меняется. А я, я тот, который наблюдает эти перемены, тот же самый. Я помню всё это. Это было со мной. Хотя этого уже нет. Это в прошедшем времени. Но я был тот самый. Это было со мной. Не с кем-то другим. Я был маленьким. Утрую матери был вообще эмбрионом. Хоть я не помню. А потом я уже помню и могу уже подтвердить. Я был маленьким. У меня было вот такое тело. Я помню. Вот видите, надо изучить этот вопрос. Вы сейчас рассказывали как бы вот эту историю про постоянную реинкарнацию. Я вспомнил свою беседу с одним из учёных в Дубне. Меня приглашали несколько лет назад на конференцию религия, философия, наука. Ему около 80 лет уже. Он астрофизик. И до этой конференции мы с ним встречались просто в кафе посидеть, чтобы поговорить как мы будем вести эту тему. И я ему задал вопрос. Представьте, вот 80 лет человеку я ему задаю вопрос. Во-первых, конечно же, сейчас вот это вот он занимается теорией струн, вот это космос и так далее. И я ему задаю вопрос. Вы согласны с тем, ну как физику просто, согласны с тем, что то, что меняется, то временно, а то, что не меняется, то вечно. И любой физик, он, конечно же, не может этому, ну как сказать, ничего противоставить, потому что наш мир энтропийный, это знает каждый, каждый, кто хотя бы чуть-чуть знает физику. Вот, материя проходит через 6 стадий. При этом, значит, если что-то меняется, значит, оно очевидно энтропийно и закончит это всё развалом. Но если что-то не меняется, если предположить, что есть что-то, что не меняется, то значит, это не подвержено энтропии. И когда я ему задал этот вопрос, он чуть-чуть подумал, сказал, да, я с этим согласен, я с этим полностью согласен. И тогда я ему привёл пример похожий, вот как вы сейчас рассказываете, он пришёл мне в голову, я сказал, вот смотрите, ваше тело меняется, значит, оно энтропийно, значит, оно скоро исчезнет. Но вы в теле не меняетесь, вы тот же самый, кто был в детстве, в юношестве, в отречестве, в пожилом возрасте и сейчас. Он задумался на несколько секунд и потом сказал очень интересную фразу, я её постоянно помню и вспоминаю. Он подумал, что, вернём, сказал, вы знаете, мне, конечно, импонирует, что я вечен, но возникает ещё больше вопросов. И вот здесь как раз я хотел бы сказать, ведь ещё больше вопросов возникает. Что с этими вопросами делать? Вопросы, откуда я, куда я, какие законы, то есть, чего я, или как в песне просто известного певца, да, эстрадного, нас просто меняют местами, это закон сансары. И в чём смысл тогда, если просто нас меняют местами? Если мы просто сплылись, расплылись, в чём смысл такой вечной жизни, потому что, ну, мы же знаем вот эту историю про вечного жида, которая есть не только в Библии, но ещё и в Ведах также описывается, да, история такого вечного проклятия на вечную жизнь. Зачем такая жизнь? Много вопросов возникает. Да, нормальные вопросы. Ведь есть вопросы и деятельность, которые нас ведут к смерти. Мы знаем об этом, да, чем бы мы тут не занимались, что бы не изучали, мы умрём. вот этот подтекст, у нас подсознание всегда есть, что мы тут умрём, и нам, нас шокируют какие-то факты, вот напоминающие о смерти. Кто-то умер, бабах, стресс у нас. Родственник умер, вообще жить не хочется, вообще едва выживают люди, смотрите, потому что подсознание, вот эта вот бомба, она есть, она вот-вот взорвётся, понимаете, вот коснитесь её, детонатора, и взрыв мозга будет. Вот мы живём, как будто над нами подвешен домоклов меч. Это наши вопросы, наши деятельности, они вот под этим домокловым мечом. А эти вопросы, они уже уводят от этого, видите, от смерти. Поэтому это уже путь. Да, не всё понятно, да. Здесь в данном случае вопрос в чём заключается. Если я вечен, то это похоже на проклятие, потому что я буду страдать, рождаться, умирать, рождаться, и вечно переговариваться к казни, да, к этому вот домокловому мечу. Ещё хуже получается, да. Поэтому нужно понять сначала вечность, а потом нужно понять свою природу, что я стремлюсь к счастью, к блаженству. Вот, вот, вот. Вторая часть моего существования. Сначала вечность, а потом идея счастья добавляется к этому. Тогда есть смысл в вечности. Если вечность связать со страданиями, вот этими телесными, вот этой вот материальной жизнью, тогда смысла нет. Лучше нам умереть, и всё, и больше не рождаться здесь. Да, ведь Фрейд доказал, что любой человек стремится познать это к смерти, как к избавлению от страданий. То есть причина вот это вот нежелание жить вечно, страдания. Иногда люди от страданий самоубийством покачивают свою жизнь. Но это именно страдания. Поэтому здесь нужно задуматься, почему я стремлюсь к счастью, и что такое счастье. Вот я частичка, которая стремится к вечности, к счастью. И для этого нужно знание. Получается, три фактора, смотрите, вечность, знание и блаженство. Вместе. Постигаются три одновременно. Тогда есть смысл. Тогда есть смысл. Вот вы сейчас сказали про знание. И я хочу поделиться маленькой историей. Это лет пять-шесть назад в новогоднюю ночь раздался звонок. Где-то в час-два раздался звонок. В трубке был голос юноши. И этот юноша, он сказал, вы меня помните, я тот наркоман. Я в свое время давно-давно еще смотрел, мне очень нравилась вот эта битва экстрасенсов. И я увидел, как экстрасенсы пытаются помочь одному юноше-наркоману. Он искренне хотел избавиться от этого недуга. И я видел, что эти экстрасенсы, они не могут найти нужных слов и не понимают, что ему нужно. У меня возникло ощущение, что у меня есть те слова, которые нужно ему сказать. И я оставил в чате, не в чате, а в форуме, на форуме вот этого, вот этой передачи оставил свой телефон и сказал, дайте этому человеку мой телефон. Было реально ощущение того, что я знаю, что сказать. И когда он позвонил, представляете, спустя несколько лет, я понял, что он на грани. В новогоднюю ночь вам звонит человек, наркоман, который нашел тот телефон или, может быть, хранил его несколько лет. И я спросил его, ты хочешь расстаться с жизнью? Да. И тогда я ему кратко рассказал, что произойдет с ним на основе вот как раз ведических писаний, шиматбагватов, я ему рассказал, что с ним произойдет. И его желание расстаться с жизнью, оно изменилось. Он сказал, я не знал этого. Я не знал этого. И вот даже, даже несмотря на то, что, казалось бы, человек, который подвержен такой сильной интоксикации, он, наверное, тяжело ему воспринимать любое знание, особенно трансцендентное знание. Даже в этом смысле он изменил свое решение. И вот как это знание, каким образом это знание можно сейчас распространять, передавать? Если мы познаем свою личность, свою душу, если встаем на путь познания личности души, то это характерно тем, что человек себя осознает одинаково во всех состояниях бытия. Бодрствование, сон, активная деятельность, счастье, несчастье, одинаково себя осознает вот в этих всех различных фазах, да, или измерениях эмоциональных. Потому что, когда человек боится смерти, он себя не осознает в этом страхе, не осознает свою вот эту вечную природу. Он ложно думает, что он должен исчезнуть. Это против его природы духовной. Взывает сильную панику, ужас. Это невозможно. В невозможно. Говорит, нет, нет, это невозможно. Это невозможно. И Ведох описывает, что ты никогда не увидишь свою смерть. Ты увидишь просто что-то другое. Ты свою смерть глазами не увидишь, потому что ты не умираешь. Ты просто выйдешь из тела. Ты уйдешь в непроявленное состояние. То есть тебя люди не увидят, да, где ты теперь? Тело останется, а тебя нет. Они говорят, он ушел. А куда? Как он ушел? Вот тело же перед вами, если говорите, что он тело, то тело-то перед вами. И вы плачете о ком? О теле. Тело вот оно здесь. Что вы плачете? А о том, кто ушел, вы видели его? Вы его никогда не видели, не знали даже, как душу. Так о чем вы плачете? Иллюзия, видите? Но сильная иллюзия, вот в чем дело. И чтобы понять, что такое смерть, без эмоций, вот без этого страха, нужно опираться на опыт сна и бодрствования. Это очень-очень похоже. Это временная смерть. Что значит? Когда мы засыпаем, это временная смерть. Это как бы анабиоз такой, да, природный. Мы засыпаем и забываем все, что делали наяву. Вот это и есть смерть. Вот это и состояние смерти. Забвение. Вот что происходит. Это непроявленное наше состояние, забвение. А потом мы снова входим в проявленное состояние, просыпаемся. Это без эмоций, да? Мы не боимся засыпать, не боимся просыпаться. И тут ничего, собственно, страшного не происходит. Я забыл, но я вернулся снова к своей деятельности. Потом снова забыл, снова вернулся к своей деятельности. Но бывают страшные сны, правда? Но это всего лишь сны. Это всего лишь сны. То есть, можно развить свое сознание до этого уровня описывается. Йогой, при помощи йоги. Но из-за иллюзии страх очень сильный у людей. Панический страх, что касается смерти. Я знал одного человека, который заболел онкологией еще в 90-х годах. И он от страха застрелился. От страха перед этой мучительной смертью. Он был военным человеком, он взял пистолет, который был у него, и застрелился. Он не мог перенести этого страха, ужаса. Также некоторые люди, они заканчивают амнезией, ну, как это называется, автаназией. Они просят, чтобы их усыпили, как-то вот безболезненно уйти из жизни. Тоже из страха перед какой-то болью, вот этим разрывом, осознанной смерти. Они боятся осознанной смерти вот этой вот. Встретиться лицом к лицу с этим ужасом, разрывом, с этим забвением. Надо изучить просто более подробно этот вопрос. Сначала теоретически более подробно изучить, а затем практически. Практически. То, что пронизывает все тело, неразрушимо. Должен практически понять, осознать. Но существует духовная практика для этого, потому что иначе мы вернемся снова к страху. Вот пока мы говорим, и почувствуем, ох, хорошо, душа вечная, я не знал, теперь мне легче будет жить. А потом я забываю уже под влиянием вот этих вот влияний материальных снова наступает это состояние страха. Законы. По всей видимости, есть какие-то законы, да? Ну, Высоцкий даже, он пел, помните эту песню, «А если дуб как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь». И все-таки мне интересно, как исследователю также понять, и многим другим, по всей видимости, хорошо, есть определенные законы, по которым наше тонкое тело отнесет нас другое, или распечатает для нас какое-то другое тело. А все-таки вот этот круг сансары, вот Вы говорите сейчас о практике. и мне, знаете, ну, трудно очень представить, потому что практика, любая практика йоги, любой йоги, она предполагает работу с умом. Сейчас ум, ну, в принципе, он как бешеная собака, потому что, смотрите, мы не можем смотреть длинные видео, мы только смотрим шоцы, мы не можем читать длинные статьи, наш ум, он то там, то там, то там, то там. если говорить о практике, которая, прямо, знаете, что называется, позволяет не просто избавиться от страха смерти, но и вот, если уж так совсем сильно фантазировать, разорвать этот круг сансары и вернуться в свое изначальное положение, и, кстати, какое изначальное положение, потому что что-то нам подсказывает, что, что я, то есть, не хотел бы я растворяться в нирване, потому что это даже самая смерть, ну, то есть, я хочу себя ощущать личностью, я не хочу растворяться в нирване, а сансара, она, как правило, связана вот с этим вопросом, потому что надо избавиться просто от всего. Вот в ваших книгах кармы и инкарнации вы очень подробно, и я бы даже сказал, очень научно описываете все эти законы, термины, но тем не менее, вот если кратко, например, вы могли бы сказать, что это за практика и какая конечная цель этой практики все-таки? Практика, добродетель в сердце. Давайте заметим одну вещь, интересную вещь, что праведники умирают легко. Иногда даже видим на их лицах черты, ну, света, радости, да, какого-то просветления в момент смерти именно. А грешники умирают очень тяжело. Вот, видите, это факты, это факты, которые мы знаем в жизни, да? Я помню, еще в советское время печатали какую-то находку археологическую, там нашли тело, может быть, там около тысячи лет ему, может быть, больше, вот, забальзамированное тело. Видно выражение лица, вот, археологи нашли такое захоронение. И на лице улыбка, то есть умер человек с улыбкой на лице. И они это так комментировали в то время, что это была пластическая операция после смерти. То есть никто в это не поверил, то есть считали, что это невозможно, то есть любой человек боится смерти и не может улыбаться. Но теперь мы видим, что это возможно, есть такие примеры, и не только находки, в жизни мы уже видим, что праведные люди, они могут уходить вот с таким облегчением, да? с радостью даже уходят, что они не уходят, не умирают, а видят перед собой другой мир, более прекрасный мир, да, вдохновляющий их уйти с миром отсюда, с миром, с благословениями, с проклятиями, да? Не с сожалением, там, не с тяжёлым сердцем, не с выполненным долгом, знаете, вот, не с удовлетворёнными желаниями, вот, какая-то тяжесть вот эта, отсюда она исходит, что бессмысленная жизнь, вот в чём страх смерти, жизнь была бессмысленна, зачем тогда я жил, человек интуитивно понимает, что он сделал, совершил серьёзную ошибку, не воспользовался каким-то шансом, а каким, не понял, даже за всю жизнь не понял, вот что проблема. И практика духовная означает, нужно развить качество добродетельности, то есть стать этим праведником, чтобы победить смерть, да, испытать измерение сознания, эмоций выше земных, то есть развить отношения над земными, да, вот, говорится, и с райской планетой, и с духовной планетой, развить вот эти качества, превосходящие, как бы, качества, вот, обычно, вот, человеческой жизни, да, где также смешаны и жадность, и зависть, и доброта, и ненависть, и любовь, вот всё, вот, такое вот сочетание, трудно в котором разобраться. Отсюда вот к смерти относится тоже вот так вот, неясная, да, неясная картина, запутанная, плохо ли это, или хорошо ли, закон природы вроде это неплохо, как закон неплохо, ну, а почему он плохой для человека, и вот нужно понять, куда нас, как закон, беспристрастно ведёт смерть, зачем он нужен, если всё в мире осмысленно, разумно в природе установлено, то в чём разумность смерти вообще? Вот тут нужно разобраться праведными качествами. Когда человек совершит много грехов, это невозможно, принять смерть с радостью, это невозможно, потому что его следующая жизнь будет полна страданий, ещё больше, реакции за его поступки перейдут на следующую жизнь. И интуитивно он это знает, интуитивно в сердце он боится, этот страх именно отсюда исходит. Я думаю, что эта тема, конечно, такая обширная, хочется задавать, дальше и дальше плыть по этой теме, но я хочу дать возможность, наверное, нашим зрителям тоже задать вопросы, и чтобы немножко сделать более интерактивной нашу беседу, вот, я тогда передам слово Ивану, Иван аккумулирует эти вопросы, и, соответственно, сейчас мы уже, может быть, по вопросам подплывем немножечко. Игорь, спасибо большое за слово, у нас поступил вопрос, очень необычный, к Александру Геннадьевичу. Вопрос такой, добрый вечер, уважаемый Александр Геннадьевич, я помню себя и свои мысли в утробе своей матери. Мысли были, что я не хочу выходить, я не хочу рождаться и не хочу страдать. Для чего мне сохранили эту память? Вот такой вопрос. В Шримад Бхагу там описывается подобный случай Шукадева Госвами. Он так родился тоже. Не выходил из утробы матери очень долгое время. Не хотел рождаться, потому что он осознавал, что если он выйдет на этот свет, он как бы обусловится, он забудет себя. Забудет себя и войдёт в этот мир и забудет, кто он на самом деле, откуда он пришёл. И когда он получил благословение от своего отца, что тебя не коснётся это забвение, он родился, как бы по собственной воле. То есть такая память существует, потому что, скорее всего, как правило, означает, что человек в прошлом занимался духовной практикой. То есть память, вот эта глубина памяти, это побочный продукт духовной практики. Иван, если, к примеру, есть возможность мне задавать вопрос, вы тоже говорите, что если там пока... Я по очереди, у нас всё в порядке очереди. Следующий вопрос, Александр Игнатьевич, а как вы относитесь к идее о том, что мы можем общаться с душами умерших людей? Есть ли вообще в этом какой-то смысл? Есть ли у вас мистический опыт общения с умершими? Вот такой вопрос поступил. У всех есть людей такой мистический опыт. У всех, которые умирали родственники, вы видели их в снах и говорили, надо помянуть. То есть я это часто слышал от своих родственников и часто слышу по сей день, что такие явления в снах у каждого человека есть. Связь с умершими, особенно родственниками, сохраняется пока вы их помните. И тут важный момент, потому что мы связаны с ними. Сын называется на санскрите путра. Дочь путри, исходный путра. Путра означает, пут это ад, трат и освобождает. То есть сын, тот, кто отца, освобождает от каких-то греховных реакций, от адских страданий после смерти, потому что за него делает специальные обряды и предлагает умершему освященную пищу, поминает его. То есть есть целая система таких поминальных обрядов в описанных ведах. И везде в традиции она еще сохранена, хотя бы формально еще, люди, может быть, не все знают, сегодня подробно об этих поминальных обрядах. Но традиции еще как-то сохранились, естественно. Вот потому что пока вы помните своих родственников, связь с ними сохраняется. И они ожидают от вас некой помощи. У меня, конечно же, тоже есть министический опыт связи с умершими родственниками. Несомненно. И мы совершаем определенные обряды, когда это нужно. Им, конечно, становится легче. Я это хорошо чувствую. Мой вопрос, почему вы сомневаетесь в этом? Если вы, каждый имеет опыт, посмотрите внимательно, каждый человек, кто терял родственников. Так, вопрос к Игорю поступил. Игорь, а вы верите в реинкарнацию? Если да, то как вы думаете, сколько жизней проживает душа? Сколько жизней душа проживает? Есть ли старые души, и есть ли души молодые? Да, спасибо большое за такой вопрос. И когда мы говорим старые или молодые, это означает, что душа рождается. И в концепции христианства, ну, по крайней мере, сейчас, есть такое, вот, скажем так, как это легче сказать-то, заблуждение, наверное, будет обидное слово, о том, что душа творится вместе с телом. Но с точки зрения, например, ведической философии, душа не имеет начала, не имеет конца. Например, в Бхагавадгите Кришна Арджуни так и говорит, не было времени, когда не существовал я, ты и все эти цари. И также не будет времени, когда они перестанут, прекратят свое существование. Это говорится, об этом, эта концепция, на самом деле, насколько я знаю, Александр Геннадьевич, он поправит меня, если я ошибаюсь, до восьмого века она также находилась в христианстве и имела место быть. То есть там, например, секта Есиев, еще иудейская секта, она признавала карму и реинкарнацию. Поэтому молодая или старая душа, мне трудно здесь что-то сказать, но цикл перевоплощений, говорится, он бесконечен с точки зрения нашего земного существования. Некоторые души могут перевоплощаться миллионы, миллиарды или еще больше времени. Но с точки зрения духовного мира или с точки зрения вот этого антиматериального мира или Божьего царства, о котором говорил Иисус, поскольку там не существует концепции времени, именно материального времени, то в этом смысле душа или живое существо, оно ничего не теряет. То есть, когда она получает знания и ведомо этим знанием под руководством освобожденной или уже души возвращается назад в свое изначальное положение, в свое изначальное, прерывает этот круг сансары, то оно ничего не теряет в духовном мире, ну, по крайней мере, вот мои изыскания на эту тему, они приводят к этому. Поэтому я попрошу Василий Агентинович дополнить вот эти вот эти размышления, так ли вот в ведах так ли описывается вечность души, именно что она нетварная, она существовала всегда, не было такого времени, когда бы она не существовала, но ее пребывание в материальном мире, конечно же, оно тоже говорится, никто не знает, когда она оказалась здесь, вот, но суть в том, что так или иначе, говорится, мы здесь, надо теперь понять, как из этого места, которое не является местом для джентльменов и леди, как отсюда свалить. я могу согласиться с чем-то, например, с тем, что душа и тело сейчас вместе существуют, ну, то есть, можно сказать, что они вместе сейчас, да, сочетание материи духа сейчас мы, то есть, тело, это материальное, материальный элемент, оно материальное, но там есть жизнь, вот душа, вот два, как бы, две энергии, два фактора соединились вместе, это факт, все живот состоит из сочетания этих двух энергий, духовной и материальной, это факт, я его признаю, но задача, задача человека освободиться от смертного тела и достичь вечной жизни, да, то есть, обрести духовное тело, вот о чем речь идет, потому что душа имеет природу бессмертную, ей нужно бессмертное тело, это тело человека можно использовать для осознания души, вот в чем его как бы преимущество, что он принимает религию, Бога, задумывается о душе, о своей собственной сути, об этом мире, о других измерениях, о духовном мире, вот, вот этот человек, вот, то есть, низшие формы жизни не могут размышлять об этом, а человеку дано это право, вот, шанс освободиться от смертного тела, уйти от смерти, у нас вопрос еще есть к Александру Геннадьевичу, Олеся Осипову неоднократно его задавала, и сейчас я его озвучу, Александр Геннадьевич, как и чем мы можем помочь своему роду и умершим, как будем помогать? Очень важно, как мы живем, образ жизни, не только обряды, да, обряды, но они описаны, некоторые, например, если человек умирает, ваш родственник, то очень важно первые 40 дней предлагать изображению, освещенную пищу ему, то есть, вы готовите эту пищу, не пробуйте при приготовлении, вы ее готовите для Бога, предлагаете на своем алтаре или мысленно Богу с молитвами, какие вы знаете, или есть целые авторитетные практики, как это делать вообще, можете изучить, сегодня я об этом говорить не буду, есть авторитетные практики, я это делаю, допустим, то есть, я это делаю, когда у меня мама умерла, я это делаю, когда у меня племянник умер, я это тоже делаю, вы сразу почувствуете эту связь с умершим, сразу же, вам не нужно будет это объяснять, там, гадать на кофейной гуще, вы сразу почувствуете эту связь, когда вы изображение предлагаете эту освещенную пищу, вы чувствуете присутствие вашего родственника, как он вам благодарен за это. Это то, в чём он сейчас очень нуждается. Дело в том, что в тонком теле, когда человек остаётся после смерти, столь грубое тело, он не получает пищи. Вот это тело, оно из пищи состоит, поэтому я могу, скажем, два-три раза в день поесть, и мне хватает, я ношу пищу в желудке, видите, я постоянно питаюсь. А вот нет тела, нет пищи вообще. Вы испытываете такой голос, что буквально умопопрощение наступает, так описывается, в тонком теле. Там нет желудка, нет этой плоти, вы в тонком теле находитесь. И кто вам даст пищу? Вот именно через родственников вы получаете пищу, через эти обряды. Это такой мистический процесс. Поэтому поминают не водкой, дорогие мои. Водка — это путь в ад, это жидкий огонь, это вы подливаете огня вашему там умершему родственнику. Это жидкий огонь, понимаете, что такое спиртное. По обрядам старым никогда спиртное не предлагали, ну и не пили на похоронах, на поминках вообще. Кутья была, то есть такая специальная каша, всё, больше ничего. То есть специально поминальное блюдо готовится, которое благоприятно для родственников. Сегодня привыкли что в наше время? Заливать горе, да, они умершим там ставят рюмку на могилу и потом напиваются сами, так сказать, оправдывают тем, что так легче будет пережить вот эту утрату. Нет, вы должны сознавать, что личность продолжает существовать и нуждается в вашей поддержке. Поддержке. Да, есть одна история, как один жил грешник в одной деревне, ну вообще было два брата там, два брата. И один был очень греховный, другой праведный, отец сильно страдал вообще. И в конце концов этот греховный брат, он умер. Какой-то смертью, несчастный случай случился, и он погиб в общем. И вся деревня сказала, ну правильно, он же грешный человек, вот и погиб вот так вот безвременно, трагически. И в общем его как-то там захоронили. И однажды другой брат пошел в лес за хворостом, и там было огромное дерево баньян с дуплом. И с дупла послышался голос его брата. Дорогой, мне очень плохо, я сейчас в теле привидения, я не могу получить новое рождение, я сейчас так страдаю от голода, от жажды, от умопомрачения вообще. В теле привидения нахожусь. Спаси меня, помоги мне. Но я, но мы сделали с отцом три поминальных обряда Шрадха, тебе должно быть гораздо лучше, ты должен освободиться от этого ада. Да нет, ты не понимаешь, я был настолько грешен, что если даже ты сто таких обрядов проведешь, мне не поможет. Придумай какое-то другое средство, более эффективное, помоги мне. Он замолился просто этот голос. Этот брат пришел к отцу и сказал об этом. Отец подумал, что же делать. И в это время в деревню приехал один странствующий проповедник Саньяси Садху, святой человек, вычитает Священное Писание семь дней, как вот Симон Бхагаватам семь дней и ночей рассказывается. Вот он решил также семь дней и ночей для деревни дать вот эту божественную, значит, ну, как катха называется, да, на санскрите, как это сказать по-русски, божественное общение, так скажем, вот чтение, божественное чтение, так скажем, с разъяснениями, да, вот с примерами, с вопросами, ответами, как мы сегодня, да, но на божественную тему. И вся деревня собралась, это были тоже люди очень набожные, духовные. И он задал вопрос этот брат, этому святому, сказал, мой брат сильно страдает сейчас в теле привидения, может быть, вы поможете, дадите какое-то средство, кроме обрядов поминальных. Он сказал, да, просто приводи его сюда, пусть слушает это Священное Писание, и он освободится. Ну, а как же я его приведу? Возьми бамбуковый шест и пригласи туда привидение внутри с этим шестом, приходи, вот и всё. Вот такой пример есть. И он приходил семь дней с этим шестом, и каждый день этой катхи одно колено отламывалось, и в конце концов это привидение освободилось. Вот такой пример. То есть, если вы, родственники, служите Богу, получаете благо весь ваш род прошлых поколений, иногда до седьмого колена, иногда до четырнадцатого колена, в зависимости от вашей духовной силы, иногда сто колен получает благо ощутимо, еще и на будущее. Понимаете? Вы освобождаете весь свой род от проклятий материальных, всех этих вот плохих, греховных последствий. Это описано. Поэтому, если вы как бы посвящаете свою жизнь духовной практике, да, и, ну, скажем, вот, ну, служению Богу, вы, конечно, спасаете весь свой род и всю свою семью, и своих детей, и при жизни, и после смерти. Вот, вы должны иметь опыт при жизни сначала об этом, чтобы не было на уровне суеверной, знаете, суеверия какого-то, на всякий случай сделаю, да, суеверия. Нет, нет, при жизни уже пытаетесь это делать, вы видите, что вся семья, она очищается на глазах. И дети, и муж, и жена, и родители, все, все будет трансформироваться на ваших глазах, если вы начинаете духовную жизнь, настоящую, но подкрепленную писаниями, понимаете, по-настоящему, не так называть себя христианами и мусульманами, а по-настоящему это делать. И тогда вы сами все увидите, без вопросов. Угу. У нас очень хороший есть вопрос от Левтины. Этот вопрос, я уверен, что многие разделяют и поддерживают. Левтина спрашивает, можно ли умереть заранее, не чувствуя боли, чтобы не страдать в момент вот этой смерти коварной? Я вам скажу одну вещь. Для тех, кто просто боится смерти, вы от нее не уйдете. Можете схитрить там что-то, принять какое-то снотворное, с какой-то там безболезненным ядом, там придумать какую-то смесь, автаназии, да, чтобы спокойно уйти. Но страдания придут, главные, после смерти, после выхода из тела. Вот что нас там ждет. Вы не понимаете, что на самом деле произойдет. Будет еще хуже. Вот человек подумал, ну все. Не хочу больше жить, знаете, все. Беру ружье. И он думает, сейчас я наставлю это ружье прямо себе вот сюда вот в грудь, где сердце. Там когда я нажму курок, есть такие примеры. И я даже не почувствую боли, это мгновенно разорвет сердце, и все. Я мгновенно умру. Также некоторые думают, я вот с 10 этажа сбрасываюсь. Этот удар, это одно мгновение, ты боли не почувствуешь. Тот, кто возвращался, да, к жизни после выбросов с 5 этажа, говорит, я не чувствовал боли, я ничего не помню. Вообще нормально. Хороший способ самоубийства. Страдания приходят, когда вы выходите из тела. Вот тут только на все начинается. Вы выходите из тела и сразу вас охватывает ужас. Зачем я это сделал? Начинается такой кошмар, который вы никогда в этой жизни не сможете описать. Вас просто никто не поймет даже. То есть последствия ужасное самоубийство. Так что вы не обхитрите смерть. Даже не пытайтесь. Есть способ один, если позволите, добавить. Есть книга моего духовного учителя Джон Фейворс, или Бахти Тихо Свами, «Умереть до прихода смерти». Но это фигуральное выражение именно о чем, вот если кто-то помнит, наверное, эту историю с Александром Македонским, который хотел привести в Грецию йога, когда он свой поход, завоевание, значит, проводил в Индии. Он хотел йогу привести как обезьянку. Но этот йог, он, ну, как сказать, просто в лицо ему, ну, можно сказать, рассмеялся. И когда Александр вытащил свой меч, он хотел, ну, запугать его конкретно, он сказал, я сейчас убью тебя, если ты сейчас вот будешь так со мной разговаривать. То йог ему ответил, что если ты хочешь меня убить, то ты опоздал немножко, потому что я уже мертв. Я уже мертв для этого мира. Я смерти не боюсь. Но я тебе дам один совет. Ты, на самом деле, не император мира, пират моего раба. И объяснил, почему? Потому что ты не победил свой гнев. А я победил свой гнев. Теперь он мой раб. Но ты не победил гнев. Поэтому ты раб его. И в этом смысле ты раб моего раба. Вот это бесстрашие, бесстрашие, или вот это как раз то, о чем мы вначале говорили, отсутствие боязни к смерти. Вот по всей видимости, как результат вот этой практики можно и принять, как умереть до прихода смерти. Ни в коем случае не искусственные какие-то вещи, о которых многие могут помышлять, да, так, бесболезненно. А вот по всей видимости, вот эта смерть для этого мира, то есть отсутствие страха перед смертью, вот можно назвать, наверное, вот такой смертью до смерти. Да, вопрос мой. С чем мы больше всего боимся расстаться в этом мире? Это мне вопрос? Да, вот ко всем я, ко всем слушателям, будем сейчас так вот виртуально, да, воображаемо общаться. С чем мы больше всего боимся расстаться в этом мире? То, сказать, с родственниками не самое большое, не отгадали полностью. Любимым человеком не отгадали полностью. Да, это все страшное, именно вообще, расставаться с любимыми, или с накопленным богатством, с построенным домом, там, пусть незаконченными делами великими расставаться. Со здоровьем расставаться тяжело, правда же? Даже при жизни, даже до смерти расставаться. Страшно расставаться с нашими желаниями, вожделением, жадностью. Вот, видите, потому что если нет у меня жадности и вожделения, я в этом мире никому не буду нужен. Все от меня отвернутся. Вот, видите, что меня держит в этом мире? Вожделение и жадность. И гнев, потому что я еще не все там отомстил, я не могу уйти, умереть, понимаете? Я еще не со всеми рассчитался, понимаете? Вот, еще это выше, чем наши просто родственники, потому что с родственниками нас тоже связывает вожделение, вот эти вот чувства. А если этого нет, кому я буду нужен? Даже в этой же, это страшнее смерти. Поэтому этот я сказал, я победил гнев, а ты нет. Я победил вожделение, а ты нет. Поэтому я не боюсь смерти. У нас вопрос про бабушку поступил. Ирина задается вопросом, если умершая бабушка при жизни сделала много абортов, как помочь ее душе? Есть ли такие способы выручить бабушку в этой ситуации? Я знаю только один способ помочь всем бабушкам и всем дедушкам, всем нашим родственникам, которые вольно-невольно совершали какие-то такие вот плохие вещи. Что это плохая карма, конечно же. По закону кармы, если много абортов, то с человеком должны произойти те же самые ситуации. Нужно быть абортирован ровно столько раз, сколько делал аборты. Но помочь нужно. Да, это наша забота. Мы любим родственников, сострадаем. Мы понимаем, что жизнь непростая, не так-то легко. Жить по священным писаниям. То есть мы как люди сострадаем друг к другу, как родственные души. Но я знаю только один способ, дорогие мои, предаться Богу, когда спасет тебе свой род. Это я серьезно говорю. Иначе род проклятый, поймите. Без Бога, ну я не знаю способов, простите меня. Но нет способов. Нет такой таблетки, чтобы я бабушке послал как-то эту таблетку, понимаете. Но нет такой другой связи, кроме Бога. Как божественная любовь, представьте, насколько она сильна. Это любовь Бога к человеку, к предавшемуся душе. Где есть Писание, где Бог говорит предавшейся душе. Ты мне настолько дорог. Это слова Бога, представьте. Писание говорит. Ты мне настолько дорог, что я буду кланяться любой собаке в той деревне, где ты родился. Это Бог говорит. Вот нужно представить, что такое вот это вот все прощения Бога. Вот эта связь с Богом, как она важна для нас. А с материальной точки зрения прощения не будет. Материальная природа нас не прощает, понимаете. Нет, она что посеешь, что пожнешь и все. Я ничего с этим не могу поделать. Хоть на колени перед ней встань, она жестоко действует, сурово действует, суровой законной природы. То есть, извините, я другого способа не могу предложить. Ну вот Алифтина спрашивает тогда, а как получить бесстрашие? Опять такой же вопрос, в принципе, и такой же ответ. Если возьмите, например, собаку. Вот ходит собака. Ну, бездомная, она ходит здесь. Много собак. Ищет что-то поесть, не так ли? Она большая такая дворняга. Но ее прогнать ничего не стоит. Она боится каждого. Любой там ее погонит, бросит что-то, камень там. И она убежит. И вот выходит хозяин с маленькой собачкой такой, знаете. Такая прыткая, такая уверенная, знаете, на поводке. Там все, он ее отпускает, она гуляет. Она видит вот тут большую дворнягу и урау, ее атакует. И большая дворняга убегает от этой маленькой собачки. Почему? Потому что у нее есть хозяина маленькой. Если у вас есть хозяин настоящий, вы не будете бояться ничего. Если вы как дворовая собака, конечно, будем бояться всего. И так, опять же, если у нас прибежище с Богом есть, реальные отношения, вы не будете бояться. Ну, конечно, можете быть осторожны, там, если у вас страх какой-то здоровый есть, это нормально. Но вы никогда не будете поддаваться панике, скорби, депрессиям, вот этим паническим атакам. Фобии не будет. Если вы полагаетесь на Бога. Если у вас есть, ну, связь такая, развитая связь. Поэтому мы рекомендуем развивать эту связь при жизни. Зачем нам накапливать страхи в этом мире? Давайте накапливать добродетель. Я могу добавить чуть-чуть, вот, в качестве, может быть, такого примера хрестоматийного. Страх, он, конечно же, от него очень сложно избавиться. Страх будет всегда. Страх – это природа наша в том числе. Но вопрос, что мы делаем с этим страхом, вот, это как раз интересная тема. Вы помните эту историю в Гефсиманском саду? Иисус, он сказал, «Доминует меня чаша сия», говорится, и кровавый кот выступил у него. Он понимал, что с ним будет завтра. Он хорошо представлял, что это такое. Это не просто смерть, это мучительная смерть. И он сказал, «Доминует меня чаша сия». По всем признакам, да, с точки зрения вот того, что происходило с его телом, можно сказать, что он испугался. Но в следующий же момент, в следующий же момент он говорит, «Впрочем, не как я хочу, но как ты, Отец мой небесный». И вот мне кажется, то, что сейчас, Александр Геннадьевич, о том, о чем вы говорили, это вот эта преданность, она позволяет обрести вот это бесстрашие за счет того, что мы понимаем, что Бог, Отец, неважно, как мы его все представляем, Он, помимо всего прочего, еще наш лучший друг и самый лучший наш защитник. Вот, ну вот так чуть-чуть, патетики. Красивый боится старости, богатый боится бедности, ученый боится противоречивых вопросов. И тот, кто ни к чему не привязан, становится бесстрашным. Если вы привязаны к Богу, вы выдержите, выдержите вот эту жизнь, да, суровые испытания все вы выдержите. Иисус выдержал, как он терпел и нам велел, говорится. Вы тоже должны научиться так же терпеть, благодаря его примеру. Когда Нерону предложили выпить яд, императору Рима, он должен был это сделать, потому что, ну все, был крах империи. Он взял чашу и уже собрался был пить этот яд, но потом сказал, нет, мне нужен вдохновляющий пример. Кто-то должен меня вдохновить, кто-то должен первый это сделать. Я не решаюсь. И вот сначала кто-то из рабов выпил яд, и благодаря этому примеру Нерон решился все-таки это сделать. Или пытался хотя бы. Так что нам нужны такие примеры бесстрашных людей. Если мы будем общаться с ними, да, мы тоже вот эту силу духа приобретем. Поэтому важно нам изучать жизни, описания пророков, святых, которые были бесстрашными. Или великих героев, там, Махабхараты, которые описываются, сколько там было погибших людей. И также и другие герои существуют, которые побеждали страх. Смотрите, у них было это мужество. Жанна Дарт пошла на костер, допустим, сознательно, да, выбор дали. Она выбрала костер, выдержала это испытание. Видите, есть такие примеры. У нас шикарный вопрос от Натальи есть, философского содержания. Наталья спрашивает, а Кришна предупреждает о смерти своих преданных? Будет ли какое-то звание, предупреждение? Предупреждает? Постоянно предупреждает, постоянно. Как только просыпаешься, сразу вспоминаешь, что жизнь временна. И надо успеть все сделать. Остать и быстро все сделать, понимаете? Надо, нельзя терять время, понапрасну. Это нормально, если от Кришны исходит. Потому что Кришна, Он не дает душе бояться смерти. То есть это от Кришны. Если от смерти вы это услышите, вы умрете раньше, чем она придет к вам. Если голос смерти. А если голос Кришны услышите, то все в порядке, нормально. Сколько у нас еще вопросов дозволительно задать? Потому что вопросы поступают. Нам час был отмерен на сегодня. Игорь? Но как Александр Геннадьевич, как гость, я знаю, что есть определенные ограничения по времени. Поэтому как Александр Геннадьевич решит, так мы и сделаем. Ну раз мы уже ко времени обратились, ну давайте последние два вопроса давайте сделаем. Последние два вопроса, и вот один из них. Ирина спрашивает. Александр Геннадьевич, а как понять, что ты правильно предаешься Богу? Вот читаешь мантры, соблюдаешь принципы, а в душе все равно тоска. И нет божественного присутствия. Вот такой вопрос. Я не думаю, что прям сразу будет божественное присутствие. Это далеко не с каждым может произойти. Наберитесь терпения. Сколько вы учились в школе? 11 лет, так? Наверное, еще, может быть, институт закончили, еще там лет 5-6. А сейчас вы только начали мантры повторять, и сразу хотите божественное просветление. Хотя бы лет 15 попрактикуйте. Ну хотя бы. Это не так уж и много. Если вы уже 15 лет учились и ничему не научились, давайте еще лет 15, пока время есть, займемся духовной практикой. Я думаю, что во время духовной практики вы можете также испытывать некий дискомфорт материальный. Например, в личной жизни какая-то неустроенность, да, допустим, может накладываться. Вот этот момент. А сама духовная практика, по мере того, как она будет проявляться в вашем сердце, она вытеснит все эти неблагоприятные эмоции, чувства, неустроенность, дискомфорт, неудобства какие-то, которые всегда в жизни нам сопутствуют. Постепенно она вытесняет все эти вещи, и вы себя чувствуете, будете очень хорошо. Но наберитесь терпения. Александр Иванович, а как вы думаете, может ли человек как-то искупить свою негативную карму и изменить свою судьбу? А как же? Так он должен. Да, это наша задача. Вот вы правильно говорите. Не просто может ли. Конечно, может. Если захочет. Но одно «но». Пожалуйста, выбирайте авторитетный путь. Вам нужны истинные знания, истинная практика, ненадуманные какие-то вещи, понимаете? Не берите, что попало в свою жизнь. Нужно авторитетное, где есть преемственность, сохранившаяся, понимаете? Где это уже работает, где опыт каждого предыдущего святого человека подтверждает все эти знания на практике. Оттуда берите советы и духовную практику, образ жизни. Тогда все получится. Очиститься от плохой кармы, в принципе, это наша главная задача. Нужно сейчас очиститься от кармы. И все. А дальше путь будет уже легче. Но нужна авторитетная практика. Как же, как вы? Если болеете, вы же идете к врачу, верно же? Вы же не просто придумываете. Или что попало, принимаете. Дай-ка попробую эту таблетку. А может быть, это поможет. Нет, вы так не делаете. Вы же идете к хорошему врачу. Хотите, чтобы врач был настоящий. Тогда он точно скажет, как нужно быть вам с этой болезнью. Даст назначить лекарство и вы выздоровеете. Но если врач шарлатан, то, конечно, ничего не произойдет. Или вы сами себя пытаетесь лечить, спросив у соседа, да, что это такое. Что вы знаете о Боге? От кого вы знаете о Боге? Я уверен, что вы много слышали от материалистов. Или от атеистов даже. Зачем вы слушаете таких людей о Боге, скажите? Это вам не поможет. Должны слушать о Боге, о тех людей, у которых есть связь с Богом уже. Уже есть отношения с Богом. И опыт есть духовный. Ну да, авторитетная практика. И все получится, несомненно. Но наши два вопроса, да, кончились. Можно я небольшое сделаю объявление? Я думаю, что это будет полезно и в тему как раз вот по поводу знаний. Я, во-первых, не могу удержаться и не сказать к вопросу о бесстрашии. Я вижу у вас портрет на стене. Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты Свами Прокупады. Абхай как раз бесстрашный. И сегодня у нас есть акция, очень хорошая акция. Под комментариями, вернее, в описании этого видео. Дорогие зрители, вы сможете увидеть ссылку. Ссылку, по этой ссылке, если вы пройдете, вы увидите, что есть там три кнопки. Одна кнопка на то, чтобы получить в качестве подарка Бхагавадгиту, как она есть. Которая вот является букварем как раз вот духовного знания. С комментариями как раз Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты Свами Прокупады. С комментариями в переводе. Вторая кнопка. Вы можете подарить. Если вдруг у вас уже есть такая книга, вы можете подарить. Просто взять, оплатить и подарить кому-то. И третья кнопка. Если вы не хотите никому дарить и не хотите себе в подарок, просто хотите купить. То есть третья кнопка. Просто купить. Вот сегодня наши друзья, они проводят такую акцию. И по этой ссылке, которая находится в описании к видео, вы сможете приобрести в подарок, подарить, либо просто купить. Я хотел бы поблагодарить, Александр Геннадьевич, вас за то, что вы нашли время в вашем неимоверно занятом графике. Я просто знаю его не понаслышке. И мы смогли, я бы сказал, может быть не разобраться до конца, но очень четко приблизиться и в определенных, так сказать, вещах разобраться. Как стать бесстрашным, почему мы боимся смерти, как стать бесстрашным. И каким образом нам помочь своему роду, своим родственникам. Спасибо большое. И вот я надеюсь, что мы сможем продолжить эту тему, эти беседы, ну если будет на то желание у наших зрителей. А я думаю, желание будет. Спасибо всем, да, за то, что я, ну вместе мы вспомнили о душе, вместе это очень ценно, мне тоже это очень важно для моей жизни. Вот, посмотрите на меня, мне уже много лет, я тоже думаю, что жизнь временна, ясно это сознаю. И такие беседы очень хороши. Видите, у меня хорошее настроение при этом, почему? Потому что мы говорим о душе, о Боге, с верой. Есть интерес с вашей стороны, поддержка, есть вопросы. Видите, атмосфера хорошая. Мы не напуганы, правда же, в итоге. Спасибо всем, удачи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok